Сегодня в видео разница между кварцевыми и автоматическими часами. Кварцевые часы, по своему определению, ходят за счет батарейки. Не надо никакой заводки. Получается, что батарейка посылает импульс на кварцевый кристалл, за счет чего он вибрирует 32 768 раз в секунду. Это все конвертируется в один пульс секундной стрелки. Результат очень простые и точные часы. С другой стороны у нас механические часы, и сюда я включаю автоматические. Они требуют ручной заводки или заводятся сами за счет движения руками. Вот эти часы, например, я вручную завожу их. Когда я завожу часы, то я натягиваю пружину, и она уже приводит в действие часы. От 24 часов до 10 дней, в некоторых случаях. В автоматических часах иногда мы даже можем услышать, как работает ротор. Ротор – это такое устройство, которое во время вашего движения начинает заводить часы и натягивать пружину. В обоих типах часов мы главным образом создаем напряжение на основную пружину. Эта пружина создает силу, которая трансформируется при помощи различных механизмов в то, что называется спуск, который измеряет движение шаг за шагом. Это обеспечивает равномерное выделение энергии, которая соответствует нашему пониманию 24 часов. Первым делом давайте поговорим о наследии. Кварцевые часы существуют в нашем мире около 50 лет. Если задуматься, то это изумляет, потому что эти часы теперь доминируют на рынке. Почему? Потому что они вырвались на этот рынок, и перевернули его с ног на голову за счет своей точности и цены. Да, я знаю, что есть разница между автоматическими и механическими часами. Суть в том, что механические часы имеют гораздо большее наследие. Именно поэтому они нравятся многим людям. Мы переносимся в 1275 год. Англичанам присваивается изобретение первых механических часов. В 1540-х годах мы наблюдаем, как швейцарцы входят в игру. Что характерно, они берут всю эту индустрию и выводят ее на совершенно новый уровень, производя часы как драгоценное украшение. В 1770-х мы становимся свидетелями расцвета карманных часов. Потому что была изобретена технология, которая позволяла заводить часы на более долгий срок. И их можно было уже держать просто в кармане. Они были очень дорогими. Это была полностью ручная работа, которая занимала чрезвычайно много времени. Так что часы являлись игрушкой для богачей и людей из высшего сословия. Тем не менее, возможность быстро узнать точное время являлась очень ценным свойством, особенно для определенного рабочего дня. Так что часы отнесли к разряду инструмента. Давайте поговорим теперь о мастерстве. Кварцевые часы считаются гораздо проще, чем их механические братья. Кварцевые часы, состоят из кристалла и электрического импульса, который приводит в движение всю систему, циферблата и батарейки, которая поддерживает их работу. В них есть стержень, катушка, электрический контакт, пластина, мост, клеммы, зажимы. В целом, если говорить о производстве часов, мы говорим лишь о нескольких деталях. Конечно, у простых часов существует множество преимуществ. Давайте же перейдем к механическим часам. В этих часах мы можем найти от 130 до 1000 с чем-то деталей. И, господа, большая часть этих деталей приводится в действие. Давайте теперь поговорим о сборке. Собрать все детали кварцевых часов довольно быстрое дело. Собрать механические часы может занимать дней или месяца, в некоторых случаях года. Друзья, это напрямую сказывается на цене. Давайте обсудим цену. Кварцевые часы можно спокойно купить от пяти до сотни долларов. Все зависит от того, какие материалы использованы, кто их произвел и какие есть дополнительные опции у этих часов. Механические часы бывают разными. Некоторые механизмы стоят от 50 до 75 долларов. Другие же часы могут обойтись в сотни или даже тысячи долларов. В целом, за такие же механизмы и функции, кварцевые часы могут обойтись лишь в небольшую часть от цены на механические часы. Итак, самый популярный вопрос, как мне, как покупателю, определить передо мной кварцевые или механические часы? Ну, во-первых, это должно быть указано. Ну и, конечно, есть характерная черта. Секундная стрелка у кварцевых часов двигается импульсно, в то время как у механических она гладко скользит по циферблату. Причина, по которой мы видим на кварцевых часах это движение стрелки, связано с тем, что это наиболее эффективный способ движения данной стрелки, нежели она бы двигалась множество раз. То, что мы можем видеть на механических часах. На механических часах стрелка двигается порядка восьми или десяти раз в секунду. Поэтому у нее такое плавное движение. Что же насчет звука? У кварцевых часов вы ничего не услышите. У некоторых же механических часов можно услышать тикающий звук. Давайте обсудим точность часов. Вот тут, конечно, кварцевые часы в лучах софитов. Самые дешевые кварцевые часы могут ошибаться на плюс-минус одну секунду в день. Механические часы тут разнятся. Все зависит от набора факторов. Например, находятся ли они вверх ногами или перевернуты. Они могут набирать секунды, если подвержены шоку. Так что если вы, например, играете в теннис, то часы могут набрать или потерять несколько секунд. Температура, она влияет на заводку пружины. Если она не натянута полностью, то часы могут сбиться. Если говорить о механических часах, то ко всем вышеперечисленным факторам добавлю еще одно. Это качество производства. Сертифицирован ли хронометр? Если это люксовые топовые часы, то вы можете ожидать разницы около трех секунд в день. Если же что-то очень простенькое или старые часы, то они могут сбиваться на 12-15 секунд в день. Что насчет прочности? Кварцевые часы, так как в них использовано меньше деталей, то они менее подвержены шоковым потрясениям. Так что если вы активно занимаетесь спортом, то кварцевые часы вам подойдут гораздо лучше, чем механические, особенно в которых использовано много деталей. Только представьте, что вы играете в гольф или ударяете рукой во что-то, то ваши часы, особенно если в них есть мелкие детали, могут начать показывать неверное время или вообще прекратить работу. Давайте поговорим об уходе за часами. Следить за кварцевыми часами очень просто. Каждые два года или пять лет, когда заканчивается батарейка, вы просто ее заменяете. Если же есть какое-то механическое повреждение, вы просто отдаете их в ремонт. Когда дело касается механических часов, господа, тут может начаться самый настоящий кошмар. Очень многое зависит, с кем вы говорите. Некоторые мастера говорят, что таким часам необходимо устраивать профилактику каждые три года, потому что некоторые катушки могут выйти из строя, и это своего рода превентивный ремонт, который может уберечь от чего-то более худшего. Конечно, возникают проблемы, если вашим часам уже около пятнадцати или двадцати лет, они исправно работали, то вы можете ожидать, что с ними может что-то произойти. Давайте посмотрим на стиле корпусов. Вообще-то у кварцевых и механических часов существует большое разнообразие. У кварцевых часов существует большое преимущество – это толщина. Кварцевые часы могут быть очень тонкими, потому что у них нет всех этих механических частей. У хороших механических часов часто можно увидеть прозрачную крышку, что позволяет наблюдать за работой часов. Друзья, вы на какой стороне? Кварцевые или механические? Пишите в комментариях.